МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда плешивый маразматик начинал войну с Украиной, он и представить не мог, что она придет и на российские земли. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц. И вместо вот таких псевдопатриотических захватнических роликов... Ну что, там много еще? Много. Но работу доделать надо. И вот после такой зомбонакрутки россияне будут смотреть на такие совсем не постановочные, а очень реальные кадры, только уже с украинскими военными на своей земле. Украинские подразделения в Курской области также заявили о захвате населенного пункта Любимовка. Военные 225-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео, как меняют российское название села на украинское. Я маме обещал, что я недалеко. Так что готовьтесь, ребятки, к переименованиям, но не киношным, а совершенно реальным. Наблюдаю такую очень интересную картину. Рыск. Что за переименование в город? Решила посмотреть, как бы, ячейки. И, конечно, Путин снова может делать вид, что ничего не происходит, рекламировать какие-то выставки. Масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности. Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Как, наверное, вот это чудо-камень-шпион, заказанный, как водится на болотах, на одном из китайских сайтов. Ай да камень, вот так камень! Ай да камень, вот так камень! Просто смешно. Сегодня Путлеру нужно хоть как-то отвлекать внимание от плохих новостей, спрашивая не о пострадавших жителях Курской области, а на чем министр Силуанов ездил в отпуск. Антон Георгиевич, вы в Паскопе ездили на броцикле? Да, на двухколесном транспорте. Ему куда интереснее решать насущные международные проблемы, помогая в первую очередь населению не своей страны. Большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Вы знаете, мы 700 тонн грузов направили на различного характера. А в это время, пока Бункер наиграет в сильного лидера, ЗСУ очень методично и спланированно проводят свою спецоперацию на территории РФ. Ребята, вы за границей, ***. Заходят вглубь Курской области. Берут пленных. Контроль. Контроль. Не спешим, под одну приширеночку идем. Аккуратно. И не только срочников и чмобиков, а и недовояк самого Дон-Дона. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. В то время, как ИО-губернатора Курской области пытается донести более-менее правдивую картину происходящего, Бункерный не выдерживает и по привычной тактике затыкает ему рот. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. А можно мы это лучше покажем, чтобы нагляднее, так сказать, понять весь уровень рашистского фашизма и отношения к своим же, которых они якобы не бросают? Я спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут себе, медали вешают. Люди сами спасались. Сами. И вот, чтобы таких видео было поменьше на просторах интернета. Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Параллельно объявляется война всем зет-патриотам и военблогерам по совместительству, желающим как бы вразумить Бункерного и показать народу Рэпии сермяжную правду и что происходит на самом деле. Такой блогерский генштаб, военблогерско-мародерский генштаб, который сидит и раздает указания. Эти люди постоянно показывают наши неудачи, например, они есть. Радостно всегда нам это предоставляют. И, о чудо, в считанные секунды эти еще совсем недавно типа герои пропаганды становятся предателями Родины, которых срочно надо запретить. Они вам покажут трупы наших бойцов и скажут, а это потому, что вы нам денежки не шлете. Не читайте вы их, а читайте официальные сводки. Право, монополия тотальная на информацию из фронтов должна принадлежать только Министерство обороны. Ни одна вот эта военблогерская дрянь. А в это время в Курской области эвакуация населения не проводится. Люди брошены и предоставлены сами себе. Тем, кто не смог выехать самостоятельно, помогают, чем могут наши украинские военные. Теперь население болот, наверное, в более полной мере ощутило все тяготы войны, которую начал Путин. Друзья, у нас самый крупный пункт выдачи гуманитарной помощи в нашем городе. Катастрофически не хватает продуктов питания, бытовой химии, постельных принадлежностей. Не такого уж точно ожидали пропагандисты и их диванные вояки. Стоит отметить, что продвижение ВСУ на территорию России началось 6 августа, практически за неделю до 24-й годовщины гибели подлодки Курск. Вот как эту трагедию 20 с лишним лет назад описал сам Путин. Она утонула. Курск. Две трагедии с разницей в 24 года, к которым лично причастен Путин. Тогда, после гибели подводной лодки Курск, ВВХ вышел сухим из воды. Откупился и даже смог снова влюбить в себя родственников погибших моряков. Огромное большое вам спасибо за память о наших детях. Мы вот просто у нас в двух местах передать и с нам ваш благодарен. Но давайте чуть отмотаем пленку назад. Это произошло еще в далеком 2000-м. Трагедия подлодки Курск очень ударила по имиджу и репутации Плешивого, который после случившейся катастрофы не спешил приостанавливать свой отпуск и принимать иностранную помощь для спасения затонувших моряков. Сколько это может продолжаться? Они за 57 сон растат. Заразы сейчас в гостерной парке у нас. Где вы? Зачем я его растила? Все эти у вас есть дети. Все жены экипажа Курска очень сильно надеялись эту помощь. Надо было сразу брать помощь. Потому что помощь в спасение людей, вы знаете, это общенациональное, общегосударственное. И нечего было кичиться своей державой, своими принципами. На встрече с неопытным еще политиком Путиным матери и вдовы погибших подводников были безутешны. Возмущались и перебивали криками жалкие оправдания будущего тирана. Упрекали его и командование Северного флота случившейся трагедии. В том, что их обманывают. Требовали от властей хоть каких-то действий. Есть на телевидении люди, которые сегодня, оружие больше всех, и которые в течение 10 лет разрушали ту самую армию злот, на которой сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первом ряду защиты. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии флота. Ни наши, ни наставные специалисты до 8-го оттеки не доходят. Народ нужно было как-то утихомирить. И до ВВХ дошло, как это сделать. Он понял, что людям нужно просто хорошо заплатить. И возмущение родственников дивным образом мгновенно подутихли. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Он ушел с нее президентом этого народа, который только что готов был разорвать его. На следующий день все родственники уже писали заявление с просьбой о материальной суде в размере среднего оклада офицера за 10 лет. Да, родные моряков с Курска оказались своего рода в привилегированном положении. Курск был далеко не первой затонувшей лодкой в РФ. Но прежде государство не оказывало материальной помощи ни одной семье погибшего подводника. Родственники моряков с Курска первыми в российской истории получили материальную компенсацию. Государство предоставило семьям 118 погибших подводников квартиры и компенсации 720 тысяч рублей плюс военная страховка. Вот именно в тот момент кремлевский дьявол осознал и усвоил самое главное. Любое горе в его стране имеет свою цену. Любая память имеет свой денежный эквивалент. Он понял, как правильно покупать души своих граждан. Идею ему, между прочим, подарила одна из вдов подводников Курска. Разговаривая с Кураедовым, это у нас командующий военно-морским флотом, я ему сказала, что вот у меня муж пошел на повышение. То есть он бы был капитаном первого ранга. И мы собирались служить еще 10 лет. И вот я ему сказала, что дайте мне теперь зарплату моего мужа за 10 лет. И он напрямую передал эту информацию Путину. И Путин дал мне эту зарплату. И он дал всему экипажу зарплату моего мужа. К сожалению, я не могу отделаться от мысли, что власть откупается от подводников. Это у тогда еще оппозиционного журналиста Доренко возникли мысли о том, что Путин просто покупает родственников погибших моряков. А вот вдове, сподвигшей президента на приятные денежные подарки, совершенно не показалось, что ее хотят подкупить. Нет, я так не считаю, потому что я попросила. Я попросила, и мне дали то, что попросила я. Так что все получили то, что пожелали. Как бы печально это ни звучало. Сегодня весь мир наблюдает, как война, которую начал Путин на территории Украины, пришла к россиянам. Он вроде бы уже знает, что делать. Запретить СМИ, в данном случае Z-паблики, потому что свободной прессы в Арефии нет уже давно. Продолжать плодить фейки. Ну и постараться купить население. Хотя вот с этим у Кремля могут быть проблемы. Ведь сегодня все деньги идут на выплаты военным. Сегодня, подписав контракт, каждый солдат получает 195 тысяч рублей от федеральных властей, 200 тысяч рублей за службу в именных подразделениях Краснодарского края и миллион рублей от региона. Суммы невероятные, и даже при этом россияне не особо спешат записываться и становиться кремлевским мясом. Ведь сегодня они, наверное, понемногу уже начинают прозревать и понимать, что их кинули. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Как когда-то бросили и подводников, которые стучали из отсека в подлодке «Курск» в надежде, что их спасут. Стуки из подводной лодки, стучал 9-й отсек, ребята из 9-го отсека, они продолжались до середины дня 14 августа. То есть 2,5 суток. Английские и норвежские водолазы открывают люк всего за 25 минут, тогда как российские власти утверждали, что его заклинило. Жуткий цинизм. Но в данной ситуации бросили не только подводников, бросили их матерей, жен и детей, которые буквально в прямом эфире наблюдали за смертью своих близких и до последнего верили, что страна придет на помощь. Но они ошиблись. У нас же в России так утонул и все, пропал. Почему правду не говорят? Так что виновных нет. Точнее, они есть, но правосудия в этой ужасающей стране для них пока не будет, считает адвокат Борис Кузнецов, который в течение долгих лет вел дела 55 семей погибших подводников. Говорил, девочки, мы найдем, кто виновен. Они будут отвечать за это. Но вмешался Путин, и никто за это не ответил. В общей сложности 30 тысяч долларов. Почти как 30 серебряников получили семьи погибших моряков для того, чтобы навсегда утопить свое горе в глубинах Баренцева моря. Я не знаю, но они будут служить. Испытывают нас, да? А вот дайте мы еще вот, ну не как в том анекдоте, да? Дайте еще вот это сделаем. Смотрите-ка, выжили, да? Путин вошел во вкус, принял правила игры и не отступает от них и по сей день. Но сможет ли кремлевский упырь помочь всем тем пострадавшим в Курской области? Ну это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Блять, автоматы, солдаты валяются, ебаный в рот, блять. И Кремль будет снова врать про Курск. Продвижение противника в глубь территории на Курском направлении остановлено. Все повторяется, как и 24 года назад. Путин не думает про людей. Ему важно быть самому на плаву. А что будет с тонущим кораблем, и судьба бедолаг на борту капитана совсем не интересует. Кремлевский упырь тянет Россию на дно. Давно и планомерно. И этот процесс уже не остановить. Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья. Все будет Украина. Украина.